Харьковский ретрослет очередной, четвертый, впервые в Украине мероприятие такого масштаба проводится под крышей. У меня за спиной находится автомобиль, который для меня примечателен тем, что точно в таком автомобиле, маршрутное такси, я ездил в школу в своем городе детства в Николаеве, и водитель всегда ждал, пока люди зайдут, он был не очень удобный, не такой, как сейчас там больше маршрутки, но они никогда не были такие разбитые, как разбитые сейчас ездят маршрутки. Рафик – легендарная маршрутка советских времен. Автомобиль принадлежит гаражу киевского коллекционера Артема Рудницкого. Он практически впервые с такой обширной коллекцией. Всего на выставке представлено порядка 200 экспонатов техники. Это и автомобили, велосипеды, мотоциклы, все, что движется. На этой выставке представлена только часть участников, тортующих в зерковом ралли. Конкретно тут стоят 4 автомобиля. Мерседес, купе 123-го проекта, Татра 613, редчайшая в Украине, Москвит 408, в раллийной раскраске и Форд. Один из первых выпусков уже современных Фордов 70-х годов. Они все были участниками предыдущих сезонов и с удовольствием ждут старта этого года. Респирационная мастерская Винтаж Моторс, город Киев. В этом году на Харц мы приехали с четырьмя автомобилями. Это Волга ГАИ, это Чайка ГАЗ-13, Волга такси и РАВ-2203 маршрутное такси. Чем уникальна эта Волга? Она была в родном оранжевом свете. Мы ее нашли тут в Харькове. Видимо, эта машина была из партии, которая предназначалась именно для машин ГАИ, но сотрудник МВД каким-то образом умудрился ее забрать в частные руки. Потому как соответствует маркировка в багажнике, код краски. То есть машина была в оригинальном именно в таком окрасе. Далее я как бы полный комплекс рестарационных работ ее ждал около года. Мы повторили символику ГАИ СССР образца где-то 79-го. То есть под Олимпиаду вот именно вот такой жрифт был крупный. Вот такие мигалки были. Это сигнально-громковарящее устройство Тесла, две красных мигалки и Пальма МВД была радиостанция на закрытом канале. Все это мы укомплектовали. Сейчас автомобиль полностью соответствует по комплектации, по светосигнальному оборудованию. Вот образца 79-го года машина ГАИ. Каждое такое масштабное событие автомобильное в Украине, конечно же, праздник. То есть это общение с друзьями, это посмотреть, как говорится, что сделали наши коллеги, показать, что мы за этот год сделали. Рады всегда, как говорится, поучаствовать. Будем участвовать, будем приезжать. Редактор субтитров А.Семкин